всем привет как всегда спасибо вам за то что смотрите эти вот это вот ролики так называемые за то что пишите комментарии за то что материально поддерживаете канал комментарии я читаю с большим интересом многое из того что я читаю вызывает у меня желание поспорить желание поругаться желание закричать но что же это а со многими соглашаюсь многое нравится я с удовольствием отдаю себе отчет в том что очень много моих единомышленников существует хотя это абсолютно неважно потому что все люди разные у всех свое мнение имеется и это очень хорошо так жить интереснее намного что я хочу почему я об этом заговорил вдруг потому что постоянно возникает тема о том что вот раньше было хорошо в музыке а сейчас ничего нет то есть типа 60 и 70 да это было хорошо было всего много и все это много было прекрасно все группы были замечательны а после двух тысяч ну я 90 пропуска 90 тоже вызывает много вопросов у людей я же не говорю про 80 а вот после двухтысячных вообще мол как как бы ничего не произошло и ничего интересного нет вообще музыка закончилась так условно говоря ну я придерживаюсь другой точки зрения я придерживаюсь той точки зрения повторюсь что просто такое количество информации сейчас так быстро все меняется каждый день появляются десятки новых групп каждый день появляются десятки новых групп и каждый день они создают какие-то произведения которые настолько легко доступны одним нажатием клавиши можно услышать не знаю очень много всего нового и раньше такого не было раньше каждая пластинка была событием групп было меньше десятки раз мне посчастливилось говорить с янам андерсоном однажды он сказал что в наше время вот сейчас группа джет ротал никогда бы не достигла той популярности которая она достигла свое время не от того что группа плохая не от того что она плохо играет или от того что есть много лучше групп а просто от того что групп очень много что очень много информации и забывается мгновенно память же людская она такая не очень длинная это правда да к сожалению сожалению правда и когда каждый день возникает что-то новое интересное то что вчера ты слышал уже откладывается куда-то в сторонку и слышится новое 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 дальше и вот это вот это обилие информации но с одной стороны здорово конечно с одной стороны хорошо что так много всего и мы все знаем все слышим везде везде проникаем все оцениваем и создаем картину мира такую живописную яркую многообразную а с другой стороны очень многое теряется в этом потоке информации вот такая длинная предыстория сводится она к тому что вот у меня в руках пластинка акет фая 2007 года не он байбл когда она вышла это было событие действительно ба вот это альбомище вот эта музыка вот это классно столько необычно настолько здорово я не говорю про первый альбом funeral который тоже был явлением грандиозным во всем мире группа же записала funeral на собственные средства и не планировала какого-то большого успеха потому что музыка очень необычная не стоит ни на что не похожая ни на что из того что было рядом этим и хороша кстати говоря но не только эти не только непохожести и они планировали там тысяч 20 продать пластинок в лучшем случае продажи перевалили за миллион сразу просто настолько людям это понравилось ну и конечно заработали денег и все такое прочее это я говорю о том что это было действительно событием и в нашей стране кстати говоря тоже потому что ну я знаю очень большое количество людей которые при упоминания китфая конечно это да но а поток информации поток новой музыки поток новых каких-то явлений артистов звуков технологий приемов все это все это все все то что было год назад стирается а то что было пять лет назад еще глубже стирается а то что было там десять лет назад совсем вы скажете нет ну а как же ладзеппелен депепл там битлз роллинг стоунс это же на века отложилось правильно потому что так говорят люди которые были молоды в то время когда появлялись эти группы и а детская юношеская память она остается то что мы видели и слышали в юности в детстве остается с нами до самой смерти сколько бы мы не жили это остается навечно а люди которым там сейчас условно говоря 20 лет у них совершенно другое отношение и к битлз и кроме к стоунс и и ко всей музыке 60-х 70-х годов потому что очень много кайфовой прекрасной новой современной музыки огромное количество и говорит что это не так но это просто значит оторваться от времени совершенно существовать вне вообще времени и и пространство не повесить этого слова но конечно все что было раньше все с нами осталось никуда не делалось и музыка это вечно это произведение искусства которые остались в веках не побоюсь этого слова потому что мы слушаем пластинки которые которым там 60 лет которым 50 лет и они воспринимаются сейчас совершенно адекватно и группа радио хэд например которую очень смешно когда говоришь радио хэд люди говорят но это новая музыка я не я не слушаю вот это вот это все вот я слушаю классику рука радио хэд это та же классика радио хэд это это примерно как ладзеппелин из групп существует больше 30 лет это уже аксакалы это уже классики это классический урок так же как и группа ван группа перл джем это практически как deep apple уже группе 35 лет до сих пор выпускает пластинки играет концерт это классический абсолютно уже пожилые музыканты кто-то кейт фая многие и не вспоминают сейчас существование этой пластинки не он байбл а стоит мне показать здесь сразу в комментариях будут писать о как живым как же мы конечно помним любим конечно это блестящий альбом совершенно и группа то удивительная альбомы у них разные если не все далеко мне нравится хотя пластинка немного по моему по моему 5 альбомов всего два из них я слушать вообще не могу напрочь остальные три с большим удовольствием а это вообще моя любимая неоновая библия уинт баттлел батлер и рейджин шассан две персоны его люди которые являются ядром этой группы это супружеская пара ну батлер понятно мужчина же сан естественно женщина вот батлер родился в калифорнии потом перебрался в канаду и в канаде изучал как называется религию религию и религию ведение погрузился в изучение религии что отнюдь не говорит о том что аркет фая акет фая это так называемый христианский рок ничего подобного просто батлер изучал скорее философские начала чем чисто чисто религиозные и это отразилось конечно и на музыке и на текстах и на глубине данного произведения потому что ну тут смешно говорить что за затягиваются темы одиночества темы стремления к свободе тем войны темы такие которые затрагивали многие артисты продолжают протестовать против несовершенства окружающего мира но здесь это настолько все глубоко и талантливо в том смысле что не дидактично а умно я бы сказал так умно и поэтично вот что самое главное батлер же говорил что в этой пластинке две основных темы это тема океана как сущности на которую человек никак не может повлиять которая существует сама по себе и у меня ощущение такое что первая песня на альбоме black mirror она как раз и говорит про океан который существует сам по себе черное зеркало называется песня навеяна как мне кажется как раз мыслями океане ну там и звуки такие начинаются в общем песня начинается таких звуков когда волна на тебя накатывает и вся музыка на не он байбл она вся как гигантские волны которые катят на тебя и ты в них либо купаешься либо плывешь по ним либо тонешь в них на выбор каждого вот black mirror первая песня которая задает тон всему дальнейшему альбому очень необычная структура очень необычная структура очень необычная фактура не похожа на традиционное рок-музицирование совсем хотя есть и барабаны и гитары и басы все все прилагающиеся плюс симфонический оркестр плюс арфы плюс разные другие инструменты синтезаторы и и и и и вот эти волны музыки которые в которых ты нежишься и размышляешь и дрожишь от осознания того что вообще какие мысли у тебя возникают в голове и black mirror сразу просто она как-то вот послушайте даже я даже не могу это описать самое лучшее определение наверное это волна все таки к музыке аркет файля дальше здесь ну перечислять все песни я не вижу смысла потому что они все хороши и они все удивительно разнообразные не похожи одна на другую хотя но голос то тот же до понятной фактура вроде да и органы оркестр все вот это и в основном все такую и очень очень все пульсирует при этом очень все пульсирует барабанах в структуре песни в первую долю все время вот так вот тебя толкает толкает подталкивает никаких там никаких джазово-блюзовых штучек нет причем и любви к джазу и блюзу все очень прямолинейно но невероятно красиво а если выделять песни то я будем конечно black mirror он intervention песня интервенция невероятно цепляющая просто это наверное одна из лучших антивоенных песен которые я слышал своей жизни при этом она ладно там антивоенная какая-то вот такая с лозунгами с посланиями человечества нет она поэтично и она музыкально невероятно и и так красиво что словами не описать не описать walking for the church while your family dies потрясающий рефрен поднимается вверх голос и гармония уходит вверх и такой надрыв в пении батлера что просто просто красота красотючая как говорят ушел в нойс отличная песня 2 нд лайтхаус красивая жесткая я сказал самого начала что океан и телевидение две вещи которые посвящена эта пластинка телевидение которое сжирает мозг сжирает души сердца и меняет мир хотим мы этого или не хотим телевидение действительно меняет мир и конечно я скажу что не в лучшую сторону прямо это мягко я выражусь мягко и этому посвящены посвящено достаточно много на этой пластинке одна из любимых печен здесь windows и подоконник то есть да это что герой видит опираясь на подоконник его не вдохновляет жесткая прекрасная песня но cars go следующий номер предпоследняя песня на альбоме и финал потрясающий мой баре язык батлер говорил что это самая цельная песня которая входит в альбом не он байбл но это шедевр безусловный и он так интересно сделан батлер начинает петь таким жалостливым голосом и очень скупая аранжировка очень тихая какая-то такая нищенская там появляется орган 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 и и и играется тоже скупо держится аккорд потом держится другой аккорд потом снова аккорд и батлер жалостливо поет и за третьим куплетом вдруг на вас наваливается вся музыка мира не просто громко не просто появляется динамика а включается вся музыка мира такой эффект это вот игра с динамикой так сделано что просто шок и ты понимаешь что да твое тело это клетка это ящик это тюрьма и тебе не добраться до твоего любимого человека это любимый человек тоже в такой же клетке и клетка это не только твое тело это весь мир это та сцена на которой мы все находимся и как-то надо эту штуку изменить разрушить выключить телевизор разбить его на хрен и жить нормальной жизнью там где no cars go как предыдущие песни спета так что neon bible не забывайте об этом альбоме и не забывайте этих альбомов которые выходят в этом году в прошлом году в позапрошлом вышли два года назад три года это очень кайфово есть очень кайфовые вещи есть к сожалению они теряются в общем потоке таких же хороших вещей пошел пить